здравствуйте друзья сегодня 7 июня 2021 года и только что закончилась презентация компании apple вы знаете как я люблю эту компанию и пользуюсь продуктами этой компании начиная с телефона заканчивая компьютером и мне очень нравится что они улучшают звук постоянно и работают над звуком это самое лучшее что есть в этой компании и вот эта презентация тоже дает очень много всяких новинок которые мы получим буквально уже следующем месяце или ближе к концу года но джаз джаз я слушал сегодня вот два раза два раза подряд прокрутил один и тот же альбом пока гулял сегодня по городу и я его слушал еще до этого и я его все-таки вот решил обозревать именно сегодня lunar actet вернулся с коллекции 14 оригиналов и ярким названием альбома конвергенс что можно перевести как сближение разных стилей это я прочитал в википедии что такое слово конвергенция оказывается это просто сближение скрещение что-то смесь какая-то вот что-то такое и причем разного причем вот именно смесь разного разных разных имеется здесь ввиду стилей вот в слове альбома будет значит переход ссылочка спрятана на их сайт у них красивый сайт есть там вы можете почитать все более подробно об этом альбоме но я вкратце вам расскажу что же я уже успел прочитать что о нем пишут вообще значит в англоязычной вот аудитории сформированная 1984 году группа lunar гли клап превратилась в lunar actet в 90-х и кроме танцевального джаза и а афробита добавила свой репертуар самбу сальсу мамба и многие другие стили благодаря умелым аранжировкам аль саксофониста стефана хилтнера и виртуоза на конгах арана кауфмана сразу скажу что эти двое именно они основные ребята кто сочинили вот этот весь альбом то есть они как не только как аранжировщики они и аранжировщики и композиторы но есть еще в некоторых композициях добавлены имена других участников то есть со авторы так сказать но а в основном двое и они кстати и организаторы этой как большой команды другие участники девятки между прочим девятка это наверное я тут назвал девятка хотя в названии actet actet это 8 но вот когда я перешел по ссылке и почитал на их сайте и посмотрел фотографии там везде девять человек и везде вот в этом альбоме значит девять человек а еще есть у них там очень длинный список кто вообще участвовал за все это время вот с 1984 года в этой группе там очень длинный состав участников но вот в этом в этом значит в этом альбоме принимала участие именно девять человек и так барабанщик джон кроссник лидер фьюжн группы charged particles вот тенор саксофонист пол варнхаген возглавляет джазовый комбо тумбао браво это не бразильский а кубинская команда вот трубать бранден купер гитарист сам кларк молодой пианист китон раян басист джефф далтон и перкуссионист олман пьедра и к почему они расстались они вот значит работали в 80-х и в 90-х прошлого столетия но потом каким-то образом они разъехались в разные города и им стало неудобно собираться вместе такому большому коллективу и они расстались и вот снова они собрались только в 2014 году опять их пригласили на какой-то фестиваль они решили лучше надо все-таки держаться вместе очевидно они по отдельности вот в других составах они не добились такого хорошего успеха как вот играли до этого и поэтому они собрались начали играть и у них опять все здорово начало получаться и вот значит сочинили новые композиции разумеется и посетили кучу разных фестивалей и устроили значит туры себе то есть и играли реально на разных площадках и были достаточно сыграны поэтому вот этот альбом получился такой довольно замечательный он был записан кстати до пандемии так что вот это очень хорошо что они за запись сделали до пандемии поэтому не было никаких ограничений особенных и у них довольно удачно все это получилось значит мне очень интересно было вот прочитать что именно сам автор вернее не автор один из соучредителей лунарактет подобен алмазу сказал перкуссионист и соучредитель аарон кауфман которого коллеги назвали ду называют душой группы и вот что он говорит мы разные грани бриллианта выражающие уникальность нашей музыкальной миссии и дело не в технике а в стремлении каждого стать лучше и показать насколько мы замечательны вместе мы поднимаем настроение людям демонстрируя любовь к разным музыкальным культурам воплощая их в жизнь нашим особым образом неся свет во тьму и вот то что не сядь свет во тьму это имеется ввиду вот как раз этот алмаз который из маленького совершенно свечения может создать значит так сказать разнообразная разнообразные краски и осветить там сказать ну большую комнату будем так говорить то есть вот именно свет неся свет во тьму то есть вот они сияют как бриллиант вот это он хотел как раз сказать и на самом деле это так и есть они альбом получился очень разнообразный по стилям я общем назвал этот альбом фьюжн потому что здесь есть кроме вот вышеназванных там мамба сальса и вот афробиты и так сказать сам бы вот эти все и кроме этого разумеется есть фанк хороший фанковые грувы там присутствуют и поскольку музыкантов столько много музыка такая насыщенная и она явно латинская латинского латинских стилей здесь преобладает это точно практически они есть во всех композициях но композиции разные вот разные я выбрал даже две чтобы добавить мой плейлист я никак не мог выбрать самую такую ну сказать хорошую которая могла бы охарактеризовать весь альбом поэтому я выбрал две одну самую быструю самую крутую которая в таком бибоповском свинговом таком латино свинговом бибоповском стиле и в которой они выкладываются по полной каждый вот каждый имеет отличный отличное соло именно в этой композиции и она достаточно длинная а вот вторая композиция она наполовину короче и она медленная она звучит почти как ну не вальс но что-то вроде вальса в очень медленная красивая типа басанова что-то да но очень красивая композиция называется until i find the world вот она двенадцатая по счету а та которую про которую я говорил быстро она называется самбо диаболико она девятая по счету и значит в альбоме всего 14 композиции и все очень разные и этим то и хорош альбом вы наверняка каждый человек наверняка найдет себе подходящие вещи здесь даже тот кто впервые слушает джаз то есть здесь не только джаз здесь есть разная музыка вот что хорошо что даже вот просто есть вещи которые просто можно послушать сидя там где-то в кафе лаунжевая такая приятная музыка и есть вот танцевальные ритмы ну разные в общем когда послушаете вы поймете о чем я говорю так что вот две композиции отправляются в мой плейлист который называется джаз по-русски 3 первых два уже заполнилось там по пятьдесят композиций в каждом уже есть и эти плейлисты находятся на apple music потому что я подписан только на apple music и они в открытом доступе вы можете зайти найти джаз по-русски просто наберите джаз латинскими буквами по-русски значит кириллицей и и вы сразу найдете эти значит плейлисты и также кстати и мои подкасты вы можете найти в apple подкастах таким же самым образом тоже называется подкасты джаз по-русски вот наверно и все с вами был константин из ирландии слушайте приятный альбом да кстати еще забыл сказать у них еще четыре альбома было то есть вот с 1984 года и в 90-х годах они четыре альбома записали в то время до того как они вот так сказать распались и потом 2014 году они вновь собрались и вот сейчас этот альбом у них первые так сказать вот в том в новом составе и разумеется с новыми композициями которых не было раньше так что вот так вот слушайте приятный хороший альбом фьюжн и латин латинский джаз все вместе и там там всего там всего хватает и джаза и и разной другой музыки все пока всего хорошего и всем солнца и джаза